Синя, Синя, ты мой солнышко, ты мой солнышко. В 30-ти градусный мороз без теплого чая не обойтись. К напитку лоси привыкли и просят даже добавки. Не отказываются от теплой воды и зубры. Им привозят примерно по 70 литров. Лакомятся копытные и березовыми вениками. Зимой животным добавляют больше пищи, чтобы и витаминов было достаточно, и минералов. Конечно, дается больше грубых кормов, чтобы постоянно сено, веники были в кормушке. Это, конечно. А что касается остальных, то мы не добавляем. Животные, наоборот, морозы, как правило, меньше двигаются и меньше едят. Они включают режим энергосбережения, так сказать. Кому не страшна стужа, так это белым медведям. Правда, иногда в мороз они, бывает, ленятся. Но зоологи пытаются их растормошить любыми способами. Давай потанцуем. Урсула. Сама, Урсула. Как и у людей, у животных есть любимые блюда, рассказывают сотрудники. Например, травоядные не откажутся от чеснока и репчатого лука. Для поддержания иммунитета в самый раз. Сибирские морозы переносят комфортно и обитатели пустыни. Кормить животных дело не из легких, даже таких милых, как кокосик. Вырывают бутылки прямо из рук. Попробуй угостить чаем. Будешь? Молодец. Все спокойно. Хорошо себя ведет. Ой, как жадно пьет. Давай, молодец. Ждут обеда практически все с нетерпением. Чтобы их заметили и дали добавки, подают голос. Наворачивают круги в вольере. Некоторых обитателей парка еще осенью перевели в закрытые вольеры. В теплом доме нуждаются и жители жарких стран. Сурикаты, представители кошачьих, мангуст. Последние хищники любят согреваться в коробке с игрушками. Комфортная температура 22-24 градуса. Ну, кто-то любит потеплее. Для тех отдельные вольеры потеплей. Есть у нас животные, которые обитают чуть южнее, чем Красноярск. Например, уссурийские тигры, бенгальский тигр. Вот они у нас в открытых вольерах, но у них есть логово, домики, в которых обогрев специальный. Весна, конечно, уже не за горами, но чтобы дожить до нее комфортно и без потерь, зоологи зоопарка наблюдают за своими любимыми подопечными круглосуточно. Диана Альтергот, Алексей Овсяников, Енисей. Новости.